То есть, когда не уверен в том, что у тебя есть мотивация для того, чтобы достигать большего, надо четко осознать, есть ли у тебя характер для достижения цели и поместить себя в непривычные условия. Вы всегда спрашиваете о том, как выглядит бизнес в партнерстве, как делать бизнес с партнером, как делать бизнес с сильным партнером, который помогает развивать этот бизнес, который вместе с тобой живет этим бизнесом. И сегодня с Александром Герчуком мы как раз об этом поговорим и покажем вам, как оно выглядит. А выглядит оно именно вот так. Мы собираемся время от времени, встречаемся и обсуждаем просто какие-то вопросы стратегические, которые касаются развития компании. Придем во всех точках мира. На один квартал, на полгода, на год, а потом, грубо говоря, уже операционно это все я внедряю в жизнь, согласно тому плану, который мы простроили с Александром Герчуком. Встречаемся, как Александр Михайлович правильно сказал, в разных уголках мира. Сегодня мы в Киеве. Надеюсь, что в следующий раз это будет Дубай. Мы везде с тобой видели Симонако, Иница и Германия. Мы, по-моему, везде с тобой были. Абсолютно, да. И это здорово, то, что есть возможность вести бизнес в разных частях мира. Наверное, все к этому стремятся. Нам получается это делать. Да, сразу честно говорю, я очень люблю операционную деятельность. Обычно мы договариваемся о общей концепции, при том, о которой договорились, когда начинали Герчуком. Мы договариваемся о общей концепции. И потом, по сути дела, как Иван правильно сказал, мы пересматриваем. Бывает такое, что мы гораздо быстрее развиваемся, даже, чем мы ожидали. И, естественно, мы на следующий квартал ставим другие планы. И скажу честно, что для меня основное, наверное, это только один фактор – это доверие, насколько я Иван знает. Я ему доверяю полностью, абсолютно. На самом деле, мне очень повезло, что я в свое время с Иваном начал партнерство. Он пришел очень молодым человеком, но уже к тому времени человек конкретно знал, что будет. Поэтому, если вы ищите себе бизнес-партнеров, первое, кого вы должны выбирать, первое – это вопрос комфорта и доверия. То есть, вам должно быть комфортно с этим человеком. Второе – вы должны ему однозначно, естественно, доверять. Или первое – доверять. Второе – комфортно. И третье – у вас должны приблизительно быть одинаковые цели. Ну и помимо этого, еще очень важно выстроить на входе систему контроля, потому что любое доверие, оно должно потребляться. Я тебя не контролирую никогда. В любом случае должны быть цифры, и каждый месяц мы их сверяем, для того, чтобы понимать, что действительно все развивается так, как должно быть. Да, я вот, например, вот сейчас приехал, все, что я просто сказал, я задал вопрос просто по цифре. Как мы в этом месяце? Вот у меня обычно простой вопрос. Как мы в этом месяце? Ну, в каждом бизнесе есть стандартные цифры. Ключевые показатели. Так, ключевые показатели – это гроз, это маржа, это что на выходе получается, и все. Если эти цифры приблизительно там средние, от месяца к месяцу нормально, самое главное, чтобы был рост. Если мы видим что-то не то, мы начинаем концептуально уже думать, что бы там нужно изменить. И, естественно, очень важно, это когда вы руководитель, да, вот такой, как Иван, это создавать возле себя вот такую вот правильную ауру людей, которые с тобой работают. Это, наверное, самое тяжелое в бизнесе. Да, я такой больше веселый партнер, я приехал, всех замотивировал, всех обнял. Всех обнял, да. Вот я пришел, например, сегодня в офис, да, ну и слышу там образно, расскажу вам такую закулисную интересную историю. Я прихожу, и руководитель дела продаж рассказывает сотрудникам отдела продаж, там, то-то, 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 мотивация. Я захожу, говорю, вот вы мне честно скажите, вот здесь сидит там у вас энное количество людей. Вы считаете, что это нормально, чтобы вас мотивировали? Вот объясните, как взрослого человека, для чего нужно мотивировать взрослого человека? Почему Ивана никто не мотивирует, почему меня никто не мотивирует, для чего нужна мотивация? Мотивация должна быть, это состояться в этой жизни. Это вот самая главная мотивация, да. А когда тебе постоянно кто-то стоит над головой, пытается как-то тебя замотивировать, премия, бонусы или еще что-то, зачем нужны такие работники? Когда вы ищете или создаете команду или еще что-то, работники должны вас любить, уважать, в первую очередь, наверное, уважать. Должны придерживаться принципов, которые вы придерживаетесь в бизнесе. Очень важный фактор. Мотивация должна быть то, что люди хотят что-то делать. У каждого своя изнутри. То есть какие-то определенные свои цели, к чему иду, к чему доски, как мне компания может помочь в этом, как мне эта команда может помочь в этом. Наверное, именно к этому важно стремиться, чтобы собрать людей, у которых есть внутренняя мотивация. Но сейчас с этим сложно, потому что везде, со всех источников идет информация о том, что какая-то внешняя мотивация должна быть, что ее надо откуда-то от кого-то получить. Сейчас, в принципе, очень мало о самодисциплине разговоров. Очень много о том, что как-то все должно получиться само собой, где-то на пляже и так далее. То есть это, наверное, самая большая проблема современного поколения. То есть сейчас вижу при попытке набора людей в команду, а это самая большая проблема, то что все думают, что почему-то все должно случиться легко. Это же идиотизм. Когда я приходил в фирму, там у нас было 10 тысяч трейдеров, ну какие вообще мотивационные вещи человеку, как трейдер можно мотивировать. Трейдер сам знает, ради чего он приходит в бизнес и что он делает. Его мотивация одна – это зарабатывать деньги. Если ты пытаешься трейдера замотивировать, да зачем он нужен? Да. И проблема в том, да, кто у нас будет смотреть, да, у нас обычно там много просмотров. Первое, ребята, все, что я хочу сказать, одна вещь. Если вы сами себя не можете замотивировать, вас никто никогда не замотивирует. От того, что человек смотрит там на миллионера или там на миллиардера или на какого-то богатого человека, это не является мотивацией. Вот вы просто понимаете, мы сделали там с Иваном очень большую компанию, у нас работает очень много людей, у нас полностью все свое. У нас и юридический отдел свой, и маркетинговый отдел свой, и программистов. Сколько у нас программистов? 20 человек, да? 30 копейками. Больше 30 человек только программистов. Мы больше считаемся, скорее всего, наверное, такой технологической компанией, которая сама придумывает определенные технологии. Мы пытаемся найти какие-то решения. Мы не пытаемся, как ни странно, идти легким путем, который, например, придумывают другие. Это купили у этих, это купили у этих, это купили у этих. Мы пытаемся что-то созидать и создавать сами, потому что мы сами можем контролировать. Это дает нам гибкость в решении тех или иных бизнес-задач. Мы ни от кого не зависим. Да. Поэтому вопрос только один, это когда вы, например, что-то создаете. Да, вот Иван собирал команду, занимался командой и все остальное. Это вопрос один. Человек должен прийти, он должен знать, что он хочет. И надо за ним бегать и сказать, что вот тут надо так сделать. Зачем? Я никогда не понимал, зачем такие люди нужны. Я от таких людей избавлялся. И когда, например, я был совладельцем Whole Brothers, у меня люди были, которые работали по 8-9 лет. И бегать за каждым. То есть есть индустрии, в которых ты не можешь постоянно мотивировать человека. Если человек к тебе приходит и говорит, замотивируйте меня чем-то. Как сказал Стив Джобс, говорит, не надо никого мотивировать, оставайтесь в жопе. Еще такой очень вопрос, скажем, персональный. У меня от тебя нет секретов, ты знаешь. Ну не только от меня, еще от всех. Ну если ты задаешь, значит вопрос корректный. Да. Что для вас любовь и как она повлияла на ваш успех в трейдинге, в бизнесе? Какая связь? Это все. Вот прям вот все. Три буквы большие. В, С, Й. Все. Ну я вообще ничего не... Ты меня знаешь? Вот иногда, да, наши маркетологи, там, Лена, да, скажет, надо записать такое видео. Ты же знаешь, что я могу сказать. Я такое видео записывать не буду. Я против себя не пойду. Надо любить то, что ты делаешь. Надо делать то, что ты любишь. Дома обязательно все должно хорошо быть. Да, вот любовь. Родители, дети, семья, жена. Ну естественно. А иначе вот просто я не понимаю, как. Ну вот я считаю, что ты по-простому там без любви вообще в целом, ты бомж. Вот в прямом смысле слова. А как оно влияет на бизнес непосредственно? Как на трейдинг ваш влияло? Я очень любил трейдинг, безумно. И люблю по сегодняшний день. И я никогда в трейдинге не мог найти отрицательные стороны, чтобы его разлюбить. А если бы вот это было просто занятие, которое приносит деньги, но не было бы вот этого магнетизма. Ты меня знаешь, что я, ты со мной уже столько лет, да? И вот проекты, которые мы с тобой делаем, мы их любим. У нас же были проекты, которые мы могли зайти из-за денег. Мы же не зашли. У тебя точно такая ситуация. Я очень рано просыпаюсь, и у меня, как правило, день плюс-минус распланирован. Утро у меня самая эффективная и активная часть дня. Как у вас? Абсолютно так же. Я тоже очень рано просыпаюсь. Не так рано, как ты, но я просыпаюсь между 5.30 и 6.30. Ну, и каждое утро. Так же и я. Да, каждое утро где-то 5.30 и 6.30. Стандартно обычно где-то 6.30. Работа у меня где-то начинается 8.30, потому что обычно домашку я делаю с вечера. Чтобы я не люблю набирать на свои плечи огромное количество работы, чтобы я не мог разгрузиться. Я вечером делаю. У меня также запланирован день. Обычно у меня планы до двух часов. А утром какое оно у вас? Я обычно не кушаю до трех часов. Я пью только воду. Утром я хожу или бегаю в зависимости от настроения. Но я стараюсь не менее полутора-двух часов. Я прихожу домой, принял душ и начинаю работать. Да, у меня абсолютно так же. У меня активность тоже где-то до двух часов. Я вообще стараюсь, чтобы у меня рабочий день. Так же вот просто раньше начать, там час-два, иногда бывает больше. Но чтобы у меня вторая половина была, я был спокоен и свободен. Сейчас такая тенденция появилась в интернете. В целом везде все пытаются продать историю того, что мы научим вас, как поработать 4 часа в неделю и быть счастливым, богатым, успешным. Как вы считаете, это вообще возможно? Да, если зарабатывать 2000 долларов в месяц, да. Если человек хочет зарабатывать большие деньги, ты не можешь, у тебя есть ответственность, люди все стреляют. Это все полный булшет, как говорят в Америке. Один раз можно заругаться, это вообще полная хуйня. Вот в прямом смысле этого слова. Я не работаю 4 часа в неделю. Те, кто меня знают, они знают. Я не работаю 4 часа в неделю. Я только вечером сажусь и там полтора-два часа делаю домашку. Да, это для трейдинга. Я утром встаю, смотрю, как это открывается. Это все, часы работают. Это не может такого быть. Нет, ответ, нет, ребят. Еще раз объясняю. Сейчас, к сожалению, интернет, это вот такое, знаете, болото. И, к сожалению, там надо найти свою тропинку. Естественно, все, кто приходят в интернет-пространство, продают успех. Это понятно. Успех заключается в работе. Все. Вот ты работаешь, ты пашешь. Система, дисциплина, работа. Да. Работа над собой. Когда ты, естественно, выстраиваешь, когда у тебя хватает мозгов выстроить структуру, вот тогда, да, тогда ты можешь чуть-чуть где-то расслабиться. Спустя 10 лет. Ну, ты меня знаешь уже 6-8 лет. Ну, я имею в виду 8 лет, мы вместе, да, знаешь, меня больше 10. Поэтому, ребята, знаете, как говорят, одна вещь. Если вы хотите идти вперед, надо бежать. Хорошо, спасибо большое за этот эфир, но я тебе не могу отказать. Все, пошли, давай. И что, завтра вы летите, да, и мы завтра летим. Субтитры создавал DimaTorzok